Жители края продолжают жаловаться на то, что они до сих пор получают отписки, невзирая на то, что сегодня поверили где-то власти и краевой, и муниципальной, в то, что сегодня власть к ним развернется лицом. Вот повторные жалобы тому подтверждение. То, что мы можем сделать, мы должны сделать. Но отписка это еще больше. Накаляйте ситуацию в отношениях между собой и жителями муниципального образования, или жителями края. Неважно, что это будет. Маленький поселок, станица или большой город. Если взять статистику, если она такова, комиссионно с выездом на место или участием заявителя рассматривается в среднем по краю 6 из 10 обращений. Коллеги, ну если всего 6 из 10 рассматривается, просто рассматривается, то это 4, почему-то просто руки не доходят. То почему? Это 6 из 10 касается и муниципалов, и органов, и смысловательной власти Краснодарского края в целом. Людям нужно простое внимание, простое внимание со стороны власти. Коллеги, я вот сто раз кричу и сто раз, неужели это так сложно выяснить? То есть просто заставьте быть внимательнее своих подчиненных к нужным людей, к нужным жителям. Просто заставьте быть внимательнее. Люди говорят, что власть живет по своим законам, а народ по своим. И то же самое, край живет по своим законам, а районы по своим. Каждый по себе рулит, у виска друг другу показывают. А народ всем нам вместе у виска крутит. Тогда и районами, и краевым властям. Потому что народу все равно. Коллеги, я вот здесь еще раз к краевым руководителям вращаюсь, и к районам. Люди не могут видеть равнодушие власти к себе. Ну не могут, ни при каких экономических проблемах. Вот равнодушие власти абсолютно не может быть. И безразличие власти к людским проблемам. Вот наше безразличие к людям, к их жалобам, проблемам, просьбам, крикам, обернется их безразличием к нам. Коллеги, вот я ездил по районам, вы сами знаете, продолжаю ездить и буду ездить. И все равно я вернусь. Пусть через год с интервалом, за год мы постараемся все равно проезжать все районы. И уже никуда не деться, да вот эта статистика, эти бумажки мне нужны не будут. По тому же залу я буду понимать, то есть что-то сдвигается или не сдвигается. Поэтому, Максим Ачимович, вот это все поручения, которые в районах мы проезжаем, неважно, это муниципальные будут органы власти или краевые, вы держите на контроле. Все, что в зале проговаривалось, там где были проблемы, где они обозначались и где были поручения, вот все должно быть на полном контроле, прямо по районам. И когда мы в район будем проезжать, чтобы, упаси бог, вопрос повторился. Только решение, проблема, которая в том или ином письме на моем обращении или в моем поручении обозначена, вот это основание для снятия с контроля. По-другому быть не может. Максим Ачимович Туарец, давайте вам слово. Всего на сегодняшний день было дано 1080 поручений. В работе находится 449, исполнено 628 поручений. Так, было дано поручение оказать содействие в решении проблемных вопросов жилищного комплекса «Валентина», улицы Циолковская и улицы Можайского. Это отсутствие благоустройства при домовой территории. Это постоянное подтопление подвалов. Владимир Ильич, есть? Прокомментируйте. На сегодняшний день остался ряд строительных недоделок, по которым принимаются меры через суды к застройщику, чтобы он их решил. В частности, стоит вопрос о замене кровли на одном доме. Ну так принципиально жители поставили, что не просто там заделать дыры, дом не течет. Но требуется как бы серьезный ремонт, стропильные системы и так далее. То, что можно решить через решение суда. Сегодня этим делом занимаемся. И другая проблема в том, что подтапливаются эти дома в связи с тем, что отсутствует ливневая система канализации. Тоже вопрос не одного дня. Сегодня заставляем застройщика, чтобы они спроектировали и выполнили дополнительно эту систему ливневую, ливнеотвода, потому что и другие дома, которые ими там строятся, будут подвержены подтоплению. Все вопросы находятся на контроле. Так, что дальше? В городе Тимрюк на придомовой территории идет постройка, продолжается по адресу улицы Ленина, 102. То есть, тем не менее, она не останавливается. Уже завершая второй этаж, скоро начнут третий. Как они могут строить, не могу понять. Они подали апелляционную жалобу. Слушай, ну меры-то есть или нету мер? Ну, обеспечители мер? Да. Ну, до 7 апреля мы написали и в прокуратуру, и в следственный комитет, и в полицию. А нет, до решения суда, оно еще не вступило в законную силу. Слушай, на меры, они не надо вступать в законную силу, они тут же в течение суток накладываются. Слушайте, мне кажется, у вас тоже там что-то непонятно происходит. Есть ли у тебя юристов? Шея. Александр Георгиевич, возьмите эту ситуацию, то есть, дайте ответ сегодня, в течение часа, буквально после данного совещания, вообще заявляли меры. Если меры не заявлялись, то вообще эту службу всю юридическую надо разогнать в этом районе. Явно вретель там находится, который по сговору действует, явно не в целях муниципалита и явно не в целях жильцов. Потому что в этом случае действия, которые я сейчас понимаю, они абсолютно не ориентированы на результат, на достижение результата. Сергей Георгиевич, вы кому очки втираете? Я прекрасно понимаю, что здесь есть то, что вслух не называется. Не надо договариваться, не надо вступать в сговор. Понимаете, если есть интересы, так и скажите, они есть, если их нет, нет. Юрий Николаевич, возьмите ситуацию под свой контроль, потому что глава, я считаю, по определенным причинам, в моем понимании, он не способен, у него нет желания эту ситуацию закрыть в интересах людей. А что касается краевых, вот еще раз подчеркиваю, министерств, это тоже выполнение вами, то, коллеги, простой у меня ответ. Если вы считаете, что сегодня нет возможностей, нет средств, нет ресурса, нет чего-то, то в этом случае ваши многочисленные министерства, они мне тоже не нужны. Тогда готовьте предложение о сокращении. Если вы бессильны, то зачем мне тогда чиновники в таком количестве нужны? В этих министерствах, департаментах, управлениях, выдайте результат. Тот, который будет заметен, мне будет заметен и людям. А если есть армия чиновников, то эта армия должна и защищать, и помогать, и создавать условия. Для населения края по-другому сегодня быть не может. Все, есть решение, значит, есть движение. Нет решения, нет движения. Вот только работа, работа сейчас работает. И тогда, на самом деле, и социальную стабильность мы сегодня с вами не в простых условиях это понимаем, тогда обеспечим. Все, спасибо и за работу.